В данном уроке я расскажу вам об особенностях добавления объектов в объектном режиме и режиме редактирования, а также о его центре, потому как при рассмотрении урока по панели инструментов нам данные знания пригодятся. Итак, по поводу добавления. Как я вам уже рассказал, добавляются объекты с помощью данных меню и с помощью Shift-A. Вот сейчас мы добавим в сцену ювисферу. У нас есть два объекта, куб и ювисфера. Оба объекта независимы. Но если мы перейдем в режим редактирования куба, расположим здесь где-то курсор, то мы видим, что данное меню стало значительно короче. Здесь остались только меши, точно так же и здесь, ну и Shift-A. И сейчас если мы добавим в сцену еще одну ювисферу, она получается становится частью данного куба. Я возвращаюсь в объектный режим. Мы видим, оба объекта выделены. Я выделяю данную сферу. Написано сфера. Выделяю куб. Куб. Точно так же кликаю по данной сфере. Все равно куб. Переходим в режим редактирования. Сразу появляются вершины на обеих объектах, так как они являются одним целым. Данную особенность работы в Blender необходимо учитывать, так как при добавлении нового объекта в объектном режиме он становится независимым. А если вы добавляете объект в режиме редактирования, он становится частью того объекта, который вы редактируете. И последний момент по поводу добавления объектов. Видите, здесь на панели инструментов внизу есть такое еще дополнительное окошко. Его можно скрывать полностью, либо разворачивать. И вот как только мы добавляем в сцену какой-то объект, здесь появляются какие-то меню, связанные с вашим последним действием. То есть в данном случае я добавил объект, здесь появилось меню AddCube, и мы можем изменять какие-то параметры данного куба. Мы можем изменять его расположение, повернуть его сразу же, радиус изменить и так далее. Особенность данного меню заключается в том, что оно доступно лишь сразу после выполнения вами каких-то действий. То есть добавили вы объект, либо включили какой-то инструмент, у вас появились данные настройки, и они станут доступны до тех пор, пока вы либо не измените режим работы, либо переместите куб. Вот я сейчас нажму Tab, перешел в режим редактирования. Данное меню пропало. Если я буду нажимать Ctrl-Z, то у меня действия будут отменяться даже до тех пор, что исчезнет куб, как произошло сейчас. Но данное меню так и не появится. То есть вам либо придется удалить куб, заново добавить его, чтобы оно стало доступным. Либо же еще вы можете вызвать данное меню, если у вас нет панели инструментов, она скрыта в данный момент. Вы, находясь в окне 3D-вида, можете нажать клавишу F6, и у вас появится в всплывающем окне точно такое же меню. Про данную горячую клавишу не забывайте. При работе с различными инструментами она практически всегда будет доступна. Вот вы нажали G, у вас объект переместился. Нажимаете F6, доступны дополнительные опции, мы можем дальше продолжить перемещение. И так далее. И в такое меню присутствует множество различных объектов, ой, объектов, инструментов. Например, инструмент Bevel, вот я сейчас создам фасочку. Нет, это не фасочка. Не важно. Сделали какие-то изменения, видим Bevel, и появились доступные параметры. Мы можем их изменять. И опять же, вот теперь оно похоже, нет, не похоже на фаску. Изменять данные параметры точно так же, как и с кубом до тех пор, пока мы не перейдем в другой режим, либо не произведем какие-то другие действия. Нажмем какую-то клавишу Rotate. И все. После вращения данное меню пропадает. Назад оно не вернется. Мы нажмем Ctrl-Z. Куб вернется в исходное положение, но меню здесь данное не появится. Это я немножко забежал наперед. Рассмотреть данное меню можно было в уроке про панель инструментов. Но решил показать ее сейчас здесь, чтобы тот урок не был столь длинным. И последний момент. Это центр объекта. Сейчас мы видим. Выделяем сферу. Центр объекта находится в центре сферы. То есть по умолчанию, при добавлении меша, центр объекта находится в его геометрическом центре. С данным объектом уже ситуация другая. Изначально здесь был куб, и центр объекта находится в центре куба. А добавилась сфера, и ее центр объекта также находится здесь, в центре куба. Используется центр объекта в основном для двух целей. Это либо вращение объекта относительно чего-то, либо его привязка. И вот сейчас, если мы будем вращать куб R, то мы видим, что куб вращается относительно своего центра, ну а сфера получается относительно куба. Для этих целей есть инструмент, вот здесь на панели инструментов. В следующем уроке мы его будем рассматривать. Он предназначен для смещения центра объекта в нужное нам место. Поэтому это тоже нужно иметь в виду, так как в режиме редактирования вы можете сдвинуть полностью меш относительно его центра. И теперь, когда вы будете вращать сферу, то она будет вращаться вокруг данной оранжевой точки. И если вы захотите вернуть все в исходное положение, то придется прибегать к данному инструменту. Продолжение следует...